На конвейерной ленте около 30 видов мусора. Десятки сортировщиков отделяют темный пластик от прозрачного, твердый, от пленочного, картон, от газеты. На помощь людям установили двух роботов-сортировщиков. Вместо глаз у них камеры. А вот инструмент для отбора мусора у каждого робота индивидуальный. Сжатый воздух и присоски. Над конвейером будет компьютерное зрение. Сканируется поток. Определяется в принципе не только бутылки. Он определяет все, чтобы понять, запомнить, где бутылка находится. Дальше бутылка подходит к концу конвейеру. Подается сигнал. Сжатый воздух отстреливает именно в этом месте бутылку. Чтобы не происходил какой-то засор и он захватывал вместе с собой какой-то лишний отход. Только бутылка. Дальше поток. Дополнительно сканируется еще одной камерой. Также запоминается местоположение. От скорости конвейера сигнал подается уже в медном присасывании. Это российская разработка. И в Подмосковье она внедрена впервые. Сегодня роботы запрограммированы на сбор зеленого и темного пластика. Впрочем, механизмы могут сортировать любой мусор. По словам руководства предприятия, людей эти роботы заменить не смогут. А вот помощники, они надежные. Роботы почти никогда не ошибаются. Их эффективность 98%. Человека в принципе заменить нельзя. В любом даже на предприятиях есть ручная десортировка. От этого никак не уйти пока. Первому роботу, который расположен, он способен за 7 часов работы собрать где-то порядка 130 килограмм. А второй робот в час собирает порядка 60 килограмм. На комплекс по переработке отходов «Север» в Сергеев-Посад привозят мусор со всего Северного Подмосковья. Только из Химок ежедневно поступает около 3000 кубометров отходов. После сортировки мусор, пригодный для переработки, прессуют в прямоугольные брикеты вторсырья. У каждого вида отходов есть свой покупатель. Пластиковая бутылка, которую отбирают роботы и люди в том числе, она идет дальше на дальнейшую переработку. Из нее могут производить гранулу, флексу. Все зависит от того, какая технология определена покупателям. Из подмосковного мусора производят обувь, одежду, пакеты и многое другое. Сейчас роботы-сортировщики работают в тестовом режиме. Впоследствии их планируют установить на всех четырех комплексах в Московском регионе. Задача у людей-роботов одна – максимальное извлечение из мусора вторсырья и его дальнейшее превращение в новый ресурс.